Всем привет! Должен ли юбилейный смартфон получаться интересным и необычным? Ну, наверное, все-таки должен. Вот это новый Huawei P10. Цифра 10 в названии говорит о том, что он юбилейный, ну, по крайней мере, судя по неймингу. А интересен он или нет? Посмотрим. Корпус телефона не вызывает удивления, это скорее уважение и удовлетворение. Все это уже где-то мы видели. Нижняя кнопка, которая сканер отпечатка пальцев, это Meizu и Xiaomi. Полоски на корпусе — это HTC и iPhone. Даже стекло на задней панели, которое прикрывает окошки камер — это Google Pixel. Конечно, там оно больше и выглядит немножко по-другому, но суть-то остается той же. Все равно дизайн достойный. Толщина корпуса меньше 7 мм. Звучит красиво, но на деле это означает 6,98 мм. Но цифра есть цифра. Вес примерно 145 грамм, а габариты 145,3 мм на 69,3. В общем, достаточно стандартный для 5,1-дюймового смартфона, экран которого немного уменьшился относительно P9 и его 5,2 дюймов. Материал корпуса достаточно удачный для смартфона. В общем-то, это стандартная алюминиевая стенка, но уровень устойчивости к скольжению у нее выше среднего, что нельзя не отметить как плюс. Если не нравится алюминий, есть чехлы. Например, такой. Устойчивость к отпечаткам неплохая даже у нашей черной матовой модели. Цветов корпуса, кстати, на выбор более чем достаточно. Среди них керамический белый, ослепительный синий, ослепительный золотой, престижный золотой, графитовый черный, серебристый, розовое золото и травяной зеленый. Выбрать будет из чего. В остальном все на своих местах. Кнопки справа, динамика, разъемы снизу, мини-джек на месте. В общем, как обычно. Но грань кнопки Power выкрашена в красный цвет, что смотрится очень приятно и выгодно выделяет этот смартфон из числа других новинок этого года. Не нового, но как вишенка на торте засчитана. Так как это свежий флагман, в него установлено самое передовое железо. И одной из отличительных особенностей является улучшенная камера, про которую много говорили на презентации. Но про камеру поговорим чуть позже, пока расскажу про экран и железо, которое установлено в этот смартфон. Экран, как я уже говорил, имеет диагональ 5,1 дюйма. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 пикселей. Плотность пикселей составила 432 точки на дюйм. Huawei не использует в P10 AMOLED, ограничившийся IPS-матрицей. Жаль, но ничего страшного. IPS пока еще более-менее сохраняет позиции, и те образцы, которые устанавливают производители во флагманские модели, пока вполне еще имеют право на жизнь. Искажений цвета при нормальном использовании замечено не было, а яркости вполне хватает для использования в солнечный день. Температуру свечения экрана можно поменять, потому что изначально он достаточно теплый. В настройках можно задать более теплый, более холодный или выбрать уникальный свой цвет по шкале, которая предложена будет на экране, просто перемещая ползунок. Мне не понравилось дисплее только одно. Он слишком чувствительный, как ни крути. В любом случае, периодически возникает ситуация, когда палец практически не коснулся экрана, а то и не коснулся вообще, а касание засчитывается. Под дисплеем в самых недрах телефона расположился восьмиядерный 16-нанометровый Kirin 960. Новый смартфон, новый процессор. В P9 стоял 955-й, если что. Как утверждает разработчик, новый процессор работает на 10% эффективнее в одноядерном режиме и на 18% эффективнее в многоядерном. Четыре производительных ядра Kirin 960 на архитектуре Cortex-A73 имеют частоту 2,4 ГГц. Энергоэффективные четыре ядра на Cortex-A53 имеют частоту 1,8 ГГц. Стоит отметить, что греется смартфон существенно, но при этом потери производительности выявлено не было. Видимо, нагрев, по мнению производителя, не является большой проблемой и не стоит ради этого придушивать процессор. Оперативной памяти относительно предыдущей девятки прибавилось, и теперь она составляет 4 ГБ. Встроенный на выбор возможно от 32 до 64. Расширение за счет карт памяти, естественно, предусмотрено, правда тогда придется отказаться от второй сим-карты из-за комбинированного слота. Пришло время поговорить про камеру. Тем более, что камера здесь установлена достаточно хорошая, ей было уделено много времени на презентации, и она является, если не основной, то, по крайней мере, очень важной особенностью этого телефона. Она маркирована как лейка. Сложно сказать, что это существенно улучшает ее относительно других телефонов, но, тем не менее, камера вполне на уровне топовых моделей других брендов. Она здесь двухсенсорная, но сенсоры не узкоугольный, широкоугольный. Нет, они здесь цветной и монохромный. Один модуль имеет разрешение 12 Мп, что стандартно, и является цветным, а второй снимает черно-белые снимки, но с разрешением 20 Мп. Благодаря именно второму монохромному модулю снимки получаются качественными и яркими. Правда, при ярком освещении резко выделяющиеся цвета иногда перевираются и становятся уж слишком насыщенными. Но в целом снимки получаются на уровне лучших представителей в этой ценовой категории. Также камера может снимать и портреты. При этом справляется с задачей совсем неплохо. Размытие фона получается достойным, а изображение мягким и приятным. Возвращаясь к монохромному модулю, отмечу, что если есть желание делать снимки черно-белыми, делайте их такими. Результат приятно удивить. Не зря же тут установлен именно этот самый модуль. Плюс он отлично справляется с фотографиями при любом освещении. Хотя на бумаге апертура камеры немного удивляет. 2.2 во флагмане, в то время как все топовые аппараты уже перешли на 1.7 и 1.8, выглядит странно. Что еще можно сказать про основную камеру, так это то, что она оснащена двухтоновой вспышкой, стабилизатором изображений и способна снимать видео в 4К. Правда, при 30 кадрах в секунду. Если нужно 60 кадров в секунду, то придется использовать Full HD. Тут без вариантов. Фронтальная камера в смартфоне на 8 Мп с апертурой 1.9. Снимает тоже достойно. Правда, если снимать при низком освещении, то шумов все же многовато. Для обеих камер доступно много настройок и режимов съемки. Тут есть и классические панорамы, и портреты, и прочее. Можно настраивать параметры изображения, и добавлять водяные знаки. Включать съемку по улыбке, следящий автофокус, и еще много чего. В общем, камера и правда достойная. Емкость аккумулятора теперь составляет 3200 мАч, против 3000 мАч у P9. Работать смартфон намного дольше не стал, но автономность его все-таки хорошая. По итогам дня у меня обычно оставалось около 40%. На второй день не хватит, но на первый хватает с запасом. Заряжается аккумулятор через уже ставший привычным USB Type-C. Чудес от звука в наушниках ждать не стоит. Здесь он просто такой же, как у всех остальных, потому что это смартфон, он стоит определенных денег, и в этой ценовой категории, как правило, у всех звук примерно одинаковый. Но вот что касается внешнего звука, здесь он достаточно громкий. Динамик хоть и один, но он звучит приятно, громко. Не сказать, что качественно, но все-таки это внешний динамик. По крайней мере, звонок вы не пропустите, и иногда сможете посмотреть какой-нибудь ролик, ну или показать другу какую-нибудь песню. Работает телефон под управлением Android 7.0 с фирменной оболочкой MUI. Изначальный интерфейс совсем некрасивый, его надо менять. Конечно, кому-то понравится, но далеко не всем. Зато для любителей классического Android с его списком приложений предусмотрена настройка, позволяющая включить этот режим. Выделить область экрана можно костяшкой пальцев. Просто проводим костяшкой пальцев по экрану, выделяя определенную область, потом перемещаем ее, увеличиваем, уменьшаем и сохраняем ее в галерее. После этого в галерее ее можно будет и найти в соответствующей папке, которая называется «Скриншоты». В Huawei P10 предусмотрена возможность работать с двумя приложениями на одном экране одновременно. Для этого, когда запущено одно из приложений, надо двумя пальцами сделать свайп по экрану снизу вверх, после чего появится второй экран, в котором можно будет выбрать приложение и работать независимо в верхнем или в нижнем экране. Также можно смещать ползунок и изменять пропорции с занимаемой площадью приложения. Также в меню можно настроить, как будут работать кнопки. Можно активировать традиционные экранные клавиши или использовать сенсорную часть под экраном, в которую встроен сканер отпечатка пальцев. Например, если выбрать второй вариант, то короткое касание будет означать возврат. Продолжительные сопровождающиеся вибрации выкинет на рабочий стол, а многозадачность вызывается свайпом. Но это должен быть именно свайп влево, в рамках кнопки. Если провести пальцем по кнопке с запасом, начиная за ее пределами, то система посчитает, что это быстрое касание и сделает шаг назад. У меня смартфон оставил приятный послевкусие, но некоторые вопросы. Он легко лежит в руке, и одной рукой им пользоваться тоже удобно. Тут спасибо размеру. В любой руке среднего размера смартфон будет лежать комфортно, а диагонали экрана вполне хватит для многих задач. Небольшое недопонимание, правда, осталось от того, что не очень понятно, зачем с завода клеить пленку на экран, если это Gorilla Glass 5. Но ладно. На мой взгляд, в смартфоне не хватает достойного уровня защиты от воды и пыли. Даже Apple уже сделала свой iPhone водонепроницаемым. На презентации что-то говорили про защиту, но тем не менее, все равно, нигде ни в описании, ни в источниках нет этой информации, поэтому просто будем считать, что он защищен от брызг. Ну, хотя бы так. Это уже тоже неплохо. В остальном телефон получился достаточно неплохим. И за цену в 36 тысяч рублей, конечно, можно говорить, что мы можем найти что-то более хорошее или что-то лучше у других производителей, но все равно будет просто еще один конкурент в этой ценовой категории. И это всегда неплохо. И всегда, возможно, что-то будет улучшаться. Но на этом все. С вами был Артем и AndroidInsider.ru. Еще увидимся. До новых обзоров. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!